В этом видео хочу показать вам, чем отличаются бальзамические уксусы из модены. Есть два вида бальзамических уксусов из модены. Моден – это городок в Италии, известный своими уксусами. Итак, есть традиционный бальзамический уксус – D.O.P. Есть просто бальзамический уксус – I.G.P. Традиционный бальзамический уксус, который D.O.P., он делается только из одного ингредиента – виноградного сусла. Это виноградный сок, именно из модены или местечков около модены, определенных сортов требьяна. Требьяна – это обширное семейство, объединяющее некоторые белые сорта винограда. Сок отжимается и медленно выпаривается, затем, помещенный в бочки из ценных пород дерева в течение длительного времени, теряет часть своей влаги. Это происходит от 12 до 25 лет и более. Некоторые уксусы достигают даже 50-летней выдержки. Выпускается он в бутылочке с уникальным дизайном. Специально разработан для этого уксуса. Стоит он неприличных денег за бутылочку в 100 мл. Второй уксус – это просто бальзамический уксус – I.G.P. Для его приготовления может использоваться виноград неизмоданный. Делается путем смешивания сгущенного виноградного сусла, то есть выпаренного сока, и виноградного уксуса. В него могут быть добавлены сахарный колер или карамель для придания более темного цвета и загустители, чтобы он не был слишком жидким. Готовится такой уксус намного быстрее – от 2 до 6 лет примерно, но иногда выдерживается чуть дольше. На Западе есть фирмы, которые уже выпускают разнообразные бальзамические уксусы подобные со всевозможными вкусами, то есть персик, манго, груша, вишня и даже томат. Я вам хочу показать, как именно отличаются эти уксусы. Бальзамический уксус – I.G.P. у меня есть, а вот традиционного, разумеется, нет. Я могу показать лишь мой домашний бальзамический уксус, сделанный по такой же технологии, то есть только из сгущенного сока. Вот этот уксус – просто бальзамический. Как видите, он жидкий, льется рекой. Вкус у него скорее кислый, чем сладкий, как и у всех уксусов. Лишь небольшой привкус сладости, а вот традиционный бальзамический уксус должен быть густым, бархатным, стекать с тонкой струйкой. Вкус у него мягкий, глубокий, кисло-сладкий. Именно поэтому он так и ценится. Его добавляют к блюдам по капелькам, в отличие от простого бальзамического уксуса, который поливают салаты. Разумеется, это не настоящий традиционный уксус, а мой, который я готовила в домашних условиях, из сока вишни. И хочу сделать небольшое замечание по поводу бальзамиков. Когда хозяйки берут бальзамический уксус IGP, вбухивают туда немерено сахара, специи, затем вываривают его, потом называют бальзамическим уксусом, то это, друзья, неправда. У них получается бальзамический соус, а это другое блюдо. И к традиционному бальзамическому уксусу это не имеет никакого отношения. Вы наверняка знаете, что я люблю готовить разные уксусы, поэтому я давно собираю информацию о бальзамике и отрабатываю технологию для домашнего использования. И уже начала писать курс. И пока мне очень сложно рассказать по-простому эту долгую технологию, но обязательно я это сделаю. И тогда мы с вами сможем сделать подобие традиционного бальзамического уксуса, но за более короткое время. Мне очень хочется показать и рассказать вам, насколько великолепен этот уксус. Так что встретимся в следующих видео.